Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду выращивать питунью без пикировки. Я лично не очень люблю этот способ, потому что в нем есть как свои плюсы, так и минусы. Постараюсь объективно объяснить их вам. Плюс в том, что не нужно пикировать, потому что при пересадке корневая система у этих маленьких нежных растенец травмируется и развитие задерживается. Но по своему личному опыту я заметила, что когда сажаешь питунью без пикировки, ее нужно сажать в большие емкости, то в больших емкостях сеянцы развиваются как-то медленнее, хуже и могут даже закисать и вообще погибать. Все-таки каждому растенницу нужен свой размер горшочка и тогда они гораздо лучше развиваются, когда размер горшочка подходит им по возрасту. Это так же, как и ребенку. Не будешь же сразу на него одевать пальто 48 размера. Так же и с маленькими сеянцами. Второй минус в том, что это требует много места. На подоконниках, в домашних условиях, в квартире, например, как у меня, где море еще другой рассады, много не наростишь питуней без пикировки. Этот метод, скорее всего, больше подходит для теплиц и террас. Так что здесь нужно взвесить все за и против и принять решение, подходит ли этот способ вам. Питунью без пикировки можно сеять в рассадные ящики, контейнеры или в какие-нибудь красивые кашпо или горшочки. Я буду сеять вот в такого размера горшочек. Лучше всего, чтобы горшочек или ящик, контейнер был светлого цвета, вот в идеале белого, потому что под солнечными лучами почва нагревается, вода быстро испаряется, корневая система тоже будет перегреваться. От этого растение будет страдать. А также, так как вода быстро испаряется, если горшок темный, то придется поливать практически один-два раза в день, вот когда летом очень жарко. Так что лучше всего выбрать беленький или какой-нибудь светленький горшочек. В принципе, здесь все как обычно. Землю нужно взять хорошую, рыхлую, такую мягкую, воздухо- и влакопроницаемую. Лучше всего для этого купить земли. Землю нужно сразу увлажнить, потому что питунью мы всегда сеем поверхностно. Потом уже поливать будет нельзя. Вот, все, полила. Питунью я буду сеять вот такого сорта, белая, супер каскадная. Она мне нравится, очень красивая. Здесь семян 10 штук, они трожированные. На такой горшочек, вот такого объема, нужно сеять, выращивать, вернее, не больше трех штук. Иначе они толку не будут. Они просто задавят друг друга, одни будут угнетены. Другие там 2-3, как обычно, которые первые стартанут, вырвутся вперед и просто задавят все остальные. Либо они все будут очень слабо развиваться и никаких там хороших цветов не будет. Здесь 10 семян, я посею все 10, просто вот в произвольном порядке. Семена дрожированные у питуньи очень плохо сходят, поэтому я вот все 10 посею. Если какой-то не взойдет, я потом просто вырву, когда лишний будет. И оставлю там 3-4 штучки такие вот сами крепенькие, чисто для подстраховки. Теперь накрываю пленочкой или пакетиком и нужно поставить эту емкость в теплое место, где температура плюс 23-25 градусов и хорошее яркое освещение. Потому что посев питуньи поверхностный у нас и для хороших сходов как раз-таки нужно хорошее яркое освещение. То есть ставим в теплое и хорошо освещенное место. Итак, прошло 25 дней со дня посева, питунечка моя зашла. Вот уже некоторые побольше, другие поменьше, но в целом все идет нормально. Вот 25 дней, это практически уже почти месяц, она все еще такая крошечная. Вот так медленно растет питунья. Вот я про то и говорю, что стоит ли занимать место. Хотя если места предостаточно где-нибудь в теплице, то почему бы и нет. Сейчас, пока она еще маленькая, снова накрою ее пленкой и отнесу обратно на полочке под хорошее освещение. Пусть дальше подрастает. Теперь остается только доращивать питунью, обеспечивая ей все необходимые условия. Вот так, дорогие мои зрители. Если вам понравилось мое видео и вы узнали что-то новенькое и полезное для себя, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам успехов в вашем цветочном творчестве.